Настройка достаточно проста. Переходим в интерфейс управления, выбираем порт, который назначен у нас. Выбираем скорость обмена, так как записано в условиях вашего трансивера. Проверяем свою модель, находим ее, кликаем по ней и проверяем. Все отлично работает. Теперь можем закрыть окошечко. Можно просто убедиться, что у нас настройки звука соответствуют. Но обычно я здесь ничего не меняю, они достаточно хорошо, отлично работают. Можно переключать диапазоны, то есть мы будем работать в ручном режиме. Выбираем моды, диапазоны. Также можно поиграть с палитрой, с опциями и так далее. Отличный журнал. Можно экспортировать в разные форматы. И естественно есть меню, которое позволяет формата DIPS хранить и потом экспортировать в основной аппаратный журнал. У меня он находится на другой программе. Вот. Поток идет. Выбрал радиостанцию. Японец работает на общий вызов. Пытаюсь позвать. Связь идет через каждые 15 секунд. 15 секунд передачи, 15 секунд прием. Время должно быть синхронизировано. Сейчас ждем. Сейчас японец ответит. Если ответит, значит я получу результаты. Если не, значит придется еще раз позвать его. Вот 15 секунд прошло. Японец дал мне рапорт. Что от 9 баллов минус 11. Децибел. Теперь я отвечаю. Даю ему рапорт. Что я услышу немножко громче. Почему он меня? Ждем ответа. Причем процессор компьютера нагружен. Вот он мне ответил. Все отлично получено. И передает рапорт RR 73. То есть все принято. И до новых встреч. Наилучшие пожелания. Я ему также отвечаю. Красная полоска показывает мой сигнал передачи. Теперь можно занести радиостанцию в аппаратный журнал. Добавили аппаратный журнал. Все. Киесо прошло. Причем. Причем. Причем.